Скажи, пожалуйста, ты сейчас президент Омского РТШ. Как тебе в этой роли? Ты освоился, как бы что для тебя было сложно? Я думаю, это разговор не на 5 минут, но если вкратце, то очень непросто. Но, естественно, мы рассвоились, работаем, и наша работа невидимая. Только потом оценивается результатом. Такие матчи нельзя пропускать, но без отрывков, как говорится, от производства. Работа идет, кипит, можно сказать. Работа не початый край. Слушай, вот как ты оцениваешь с точки зрения функционера вот эта реформа, которая была во второй лиге? Стало ли интереснее, учитывая вот это деление на золото, серебро, на другие зоны? Как ты на это смотришь? В плане маркетинга, конечно, интереснее, потому что клубы стали привлекать партнеров, увеличилась посещаемость. То есть по цифрам все выглядит красиво. Сейчас, я думаю, реформа окончательно уже вступит в свою силу, чтобы мы поменяли именно время в районе чемпионата. Когда логически мы играли, когда в России. Лето, да. Лето, да. С весны к осени. И тогда мы можем давать уже оценку. Пока идет переходный период, ты немножко он рваный. Переходный ты имеешь в виду, что одна лига играет по осень-весна, другая весна-осень? Да, да. Сейчас у нас половинка, потом вот сейчас еще начинается половинка и с пятого года. Просто эта история не видна вторая лига, да? Понимаешь, то есть про нее перестали писать ежедневные газеты, все ушло в интернет. Скажи, пожалуйста, насколько это чистая лига? Насколько там вот то, о чем еще долгое время писали, я помню, в нулевые, что там договорные матчи, там еще что-то, то есть вот что-то. Ну, я бы не сказал, чтобы они никто не пишет. ФНЛ открытая организация и готовая, и хочет делиться всеми цифрами и информацией, и особенно привлекая внимание средств массовой информации. То, что это чистая лига, можно убедиться, посмотреть трансляции. По крайней мере, то есть стоит руководство, смысла нет. Мы работаем на развитии, и в этой егде играть вообще-то надо. Слушай, а о перспективе есть ли, чего вы хотите добиться? То есть понятно, что ты молодой и амбициозный, но есть же такая история, как финансирование, бюджет и перспективы. Это очень, опять же, глубокий и долгий разговор, поэтому мы пока строим фундамент, если можно сказать, потому что все настолько печально, и нам сейчас самое главное, чтобы, как говорится, дом стоял, нужно построить крепкий фундамент. Слушай, а печально ты что имеешь в виду? Я немножко не посвящен, если коротко. Дела в Омском футболе. Ну, то есть ты имеешь в виду, что нет местных футболистов, что плохая посещаемость или что? Там целый спектр. Ну, главная проблема, если ее называть. Нет, такой главный. Там, опять же, мы перечим, поэтому мы работаем, мы работаем, получаем опыт, стараемся на благо развития нашего Омского региона. С чем ты связываешь популярность ретро-матчей? Ты не первый раз в них принимаешь участие. Что это такое? Такие по славным временам, когда мы добивались успехов, когда мы играли на форумах, когда завоевывали награды и, соответственно, эмоции того времени у болельщиков еще свежи. И как раз таким матчем мы снова, как говорится, поднимаем наверх, освежаем, да, и дарим те радостные минуты снова пережить. Ну, немножко мы уже, как говорится, постарше, уже не такие скорости, но в то же время все так же выглядят, и это популяризация для особенно молодого поколения, которые не видели наших игр вживую, да, только по телевизору. Есть момент, да, сделать праздник для болельщиков обеих стран, я думаю, это как раз такой важный момент. Ну, сегодня у меня такое ощущение, что аж, знаешь, как зубы стиснули, чтобы добиться результата. Почему мало шоу? То есть в перерыве было там разговоры о результате. Да, шоу, шоу, да, был такой момент. Ну, во-первых, к этому нужно готовиться, да, во-вторых, нужны качества, чтобы показывать шоу. Ну, все равно немножко у нас есть шоу, что любой мать для нас именно результат. Мы пока не совсем. Мы стараемся, мы идем к этому, но у всех стоит во главе угла, и он нас закомплектовывает. Задача стоит победить даже в товарищеском матче. Ну, то есть, шоу, все как будто... Я за более открытость. То есть я не вижу ничего в таком, чтобы сделать новых баллов. Да, понятно, что мы можем уступить в этот футбол, но уже футбол неофициальный. И прежде всего здесь радость для болельщиков, и вопрос, кто победит, мне, конечно, вообще не стоит. По моему мнению. Я читал архивное интервью, ты называл себя, ну, как бы играл в «Спартаке» и «Влоко» больше железнодорожником, твоя родная команда «Локомотив». Я о ней хочу порасспрашивать. С чем ты связываешь то, что популярность немножко падает от команды? Ну, во-первых, я не в курсе, что творится внутри, поэтому не могу судить объективно. Я думаю, этот вопрос может задать руководству. Вот какой вектор выбран, направление. Почему с игроками, которые отдали очень много сил и лет «Локомотив», расстаются, расстаются не очень красиво, Я, конечно говоря, «Гильерме» заслежу более душевных проводов, по крайней мере. Потому что сейчас выходит верность клубу, а и Антон Миранчук, и особенно «Гильерме» и «Рефат» «Гильерме» отдали очень много, поэтому… Ты не понял этого расставания, да? Да, чуть-чуть. Особенно с «Гильерме», 17 лет человек отдал. Я считаю, только Игоря Кентлеев больше. А порастились как-то в будущем. Немножко, мне кажется, непонятно. У тебя нет ощущения, что в этом сезоне предстоящая команда не будет решать каких-то серьезных задач? Посмотрим по кадровым перестановкам. Игроки ушли, ведущие на их место, я думаю, ведется работа по привлечению. Посмотрим перед началом чемпионата, какой будет формированный состав. Ты понимаешь, как можно было продать такого футболиста, как Глушенков? Понятно, что у него опция стоит, но тем не менее. Бывают такие предстоящие, которые нельзя отказываться. Ну, да. Ну, ты понимаешь его выбор? Понимаю, да. Он хочет развиваться вполне. Ты бы ушел в Зиме? Ну, нельзя сравнивать, опять же. Нельзя сравнивать свою ситуацию и ситуацию, в которой ты рассуждаешь, будучи со стороны. Ага. Максим сделал выбор, его нельзя не уважать за это, он объяснил это. Но он предельно цинично, смотри, тут надо отдать должность. Предельно цинично, говорит, это моя работа, я должен зарабатывать и все. То есть, его надо за это уважать. Он пришел, Локомотив об этом говорил, ушел тоже об этом говорит. Он был лучшим игроком Локомотива, какие к нему претензии. Другие ценности сейчас у молодежи, ничего там такого нет. Он выходит, отдается полностью. Он показывает качественную игру, качественный результат. И я не вижу в этом духовку. Ни к самоотдаче нет вопросов. Просто люди сейчас другие, молодые люди сейчас другие. И, соответственно, следующий шаг он делает, чтобы развиваться. Он увидит в этом развитие. Я думаю, проявив себя в «Зенит» и он пойдет крепкий, европейский круг. Ты видишь в российском футболе силу, которая на краткосрочном или долгосрочном этапе может подвинуть «Зенит»? Просто смотри, что сейчас происходит. Они берут лучших из других команд. Посмотрим. Я думаю, вряд ли кто-то будет из других команд довольствоваться вторым, третьим, четвертым, пятым местом. Все захотят, естественно, обыграть «Зенит». Это интересно. Это будет давать толчок к развитию. Дим, откровенно. Ты видишь силу, которая может их подвинуть? Я понимаю, что нужно давать толчок к развитию и прочее. Ну, пока, судя на данный момент, не знаю, как раз на данный момент, наверное. Ты хочешь ужинать? Спасибо тебе большое. Не буду тебя задерживать. Спасибо.